Когда министр иностранных дел Украины Павел Климкин предупредил, что последствием решений, которые сейчас принимаются в Совете Европы, может стать подрыв Минских соглашений, многие расценили это заявление как эмоциональную реакцию политика, который не смог убедить коллег не голосовать за не устроившую его резолюцию. Между тем речь идет о куда более серьезном явлении – начало процесса постепенного отказа Запада от санкций против России, без отказа Кремля от действий, которые привели к введению этих санкций. Пока что речь идет на первый взгляд о мелочах бюрократического свойства, дополнительной санкционной процедуре, одобренной Комитетом министров Совета Европы. Но если летом такой подход будет одобрен в парламентской ассамблее Совета Европы, то будут созданы все условия для полноценного возвращения России к работе в ПАСЭ. Без каких-либо действий Москвы, которые касаются Крыма и Донбасса. А это будет обозначать, что российский шантаж сработал и Кремль переиграл Запад. Напомню, что с самого первого дня после введения санкций против России в ПАСЭ Москва настаивала на том, что без отказа от санкций российские парламентарии не вернутся к работе в Ассамблее. При том, что санкции не запрещали россиянам участвовать в заседаниях ПАСЭ и ее комитетов они лишь вводили ограничения на участие в голосованиях, избирании руководства ПАСЭ и прочих процедур. Руководители ПАСЭ рассчитывали, что страна, демонстративно нарушившая международное право, с пониманием отнесется к нормам демократии, а ее депутаты продолжат дискуссию с коллегами и защиту своей позиции. Но не тут-то было. Россияне просто перестали приезжать, а спикеры Госдумы вначале Нарышкин, а затем Володин стали объяснять наезжавшим на Москву представителям ПАСЭ, что без отмены санкций никакого диалога не будет. Когда оказалось, что этот аргумент не приводит к должному результату, Россия просто перестала платить свои взносы в бюджет Совета Европы, это продолжается уже почти год и с точки зрения процедуры должно привести к исключению нарушителя из Совета Европы. Однако Россию не хотят исключать, ее хотят вернуть. Вернуть без всяких условий. К традиционным «доброжелателям» в кавычках в депутатском корпусе, которые считают, что самое главное – диалог с агрессором, добавились всеядные европейские бюрократы, которым просто нужны российские взносы. И ситуация сдвинулась с мертвой точки. Тем более, что сейчас транзитом власти в Украине и неопытностью нового президента Владимира Зеленского и его команды решили воспользоваться куда более мощные игроки, чем депутаты и бюрократы. Революция, которая теоретически может открыть двери для безусловного возвращения России в ПАСЭ, одобрена комитетом министров, то есть согласована европейскими правительствами. И главные сторонники такого возвращения Германия и Франция, что фактически подтвердил Климкин. Добавим, уходящий министр иностранных дел. Потому что уже через неделю в Украине будет новый министр, которому еще нужно будет вникать в суть проблемы. И пытаясь объяснить ее недавнему телевизионному артисту, вряд ли вообще что-то знающему о существовании Совета Европы, вот для этого и было это заявление. Как раз в это время все и может произойти. Заседание регламентного комитета ПАСЭ, на котором должно быть подтверждено решение комитета министров, назначено на 3 июня, аккурат после инаугурации нового украинского президента. Добавьте к этому фактически неготовность Евросоюза обсуждать возможность введения новых санкций против России за паспортизацию Донбасса, то есть фактическое торпедирование Минских соглашений. Полное демонстративное отсутствие украинской темы на сочинских переговорах госсекретаря США Майка Помпео с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым, желание Дональда Трампа встретиться с российским коллегой на саммите в Осаке, несмотря на то, что его требования об освобождении украинских моряков и кораблей было проигнорировано, и мы увидим ясную картину происходящего. Запад просто дождался транзита власти в Киеве, чтобы изменить свои подходы к политике по отношению к Москве. Ну или хотя бы продемонстрировать Владимиру Путину готовность к такому изменению. Краснеть больше не перед кем. Не будет ни Порошенко, ни Климкина, никого, кто мог бы напомнить своим западным коллегам об их обязательствах и просто ценностях. А украинцы сами избрали своим лидером человека, который накануне выборов объяснял своим соотечественникам, что самое главное это перестать стрелять. Вот запад и перестал. Виталий Портников Как всегда, Виталий Портников, на мой взгляд, точно оценивает ситуацию, и я могу добавить только свой небольшой комментарий. О том, что атмосфера стала меняться, я начал замечать приблизительно месяца четыре или полгода тому назад по настроению, скажем так, в немецкой прессе, к тому же как было принято решение о продолжении строительства Северного потока и что вокруг этого всего говорилось. То есть говорилось не только о том, что Северному потоку быть, несмотря на все противодействие, но и говорилось о том, что пора бы вообще заканчивать все эти бессмысленные санкции. Славяне между собой могут воевать бесконечно, Германия теряет ежегодно миллионы, а Евросоюз в целом, миллиарды евро на всех этих санкциях. Ребятам в Европе все это надоело и немцам, бизнесменам, крупным промышленникам в том числе. Давление на Меркель было таким огромным, что ей в конечном счете пришлось сдаться. Это отметили все, и с большой неохотой она согласилась с тем, что Северный поток будет. Вчера Меркель заявила, что несмотря на попытки США создать новые санкции и ограничить строительство Северного потока, она очень четко заявила, что что бы ни делал Дональд Трамп, Северный поток будет, строительство его будет закончено вовремя и ставка газа, запланированная на 2020 или 2021 год, состоится непременно. В этот раз она уже заявляла это с уверенностью в голосе. Это очевидно, что они пришли к какому-то решению. И вот то, что подозревает Виталий Портников, подозреваю и я, больше нет желания сопротивляться в Европейском совете и настаивать на санкциях. Во-первых, очень многие страны категорически против. Во-вторых, и это самое главное, изменилась атмосфера в Украине. То есть европейцы, они очень долго наблюдали за этой ситуацией и им, ну как бы и всем, надоело ждать изменений. И они поняли, что в принципе этот затяжной конфликт как бы выгоден и России, и как ни печально говорить, Украине тоже. Петр Порошенко, который настаивал на военной фазе, видимо не смог настоять до конца, но он тем не менее был именно тем человеком, который постоянно призывал к новым санкциям, продлению, к закреплению санкций. Это был его беспрерывный призыв. И как вы знаете, как только Владимир Путин заявил о паспортах, тут же Порошенко выступил с призывом к Евросоюзу к новым санкциям. Но понятно, Порошенко уже не президент, его никто слышать не собирается. А Владимир Зеленский, судя по всему, будет говорить совсем по-другому с другими людьми и с другой риторикой. Европейцы это поняли, решили воспользоваться моментом. Если слабый украинский президент Владимир Зеленский изначально настроен на прекращение конфликта, и он сразу же называет бандитов на Донбассе повстанцами, плюс его непосредственный шеф в своем самом большом интервью, которое, кстати, здесь демонстрировалось тоже, говорит о том, что это 100% гражданская война и внутренний национальный конфликт Украины, то есть одним только этим заявлением Россию исключили из виноватых, то все это говорит о том, что Украина готова договориться с Россией. А раз Украина готова договориться с Россией в ближайшие месяцы, то Западу тем более не стоит бежать впереди паровоза. Это именно то, что я несколько месяцев тому назад сказал Муждабаеву на его большую обиду по поводу северного потока. Я ему сказал тогда следующее, вы требуете, чтобы Запад продолжал конфронтировать с Россией, при этом вы сами на эту конфронтацию не готовы, где гарантия того, что завтра Украина не пойдет на сближение с Россией. И вот этот период настал. После инаугурации, скорее всего, любые шаги Владимира Зеленского будут направлены на воссоединение хороших дружественных или, по крайней мере, хоть каких-то отношений с Россией. Это уже очевидно. Этот человек, грубо говоря, закончит конфликт на Донбассе. На каких условиях, это уже не важно. В любом случае, Украина проигрывает. Она сдала свои позиции, а опытные западные технологи и политики это тут же заметили и вздохнули свободно. С Россией больше не нужно ссориться, можно опять начать с ней торговать. И постепенно, я больше чем уверен, продление санкций одно за одним не состоится. И Россия освободится от своего бремени, засунет Донбасс на своих условиях в Украину и останется с Крымом. Здесь, на Западе, настроения в отношении России поменялись. Никто больше с ней из-за слабой позиции Украины конфликтовать не хочет.